ну а чё чистенькими то ну да деньги можно раздать а вот от вранья то не отмыться всем огромный при огромный привет спасибо что заглянули на мой канал и как всегда огромное спасибо что смотрите меня пишите комментарии ставите лайки и также подписывайтесь я ребят сегодня немного запоздала ой с обзором видеоролика потому что была занята и наконец-то посмотрела очередную серию и что хочу сказать это так знаете обобщить но мне почему-то кажется что все таки жареный петух клюнул насколько сильно клюнул я не знаю но раз деньги стали отдаваться и причем нормальными суммами значит все неспроста просто я помню момент когда еще не было ни шумихи не негатива и тогда приходили ко мне люди на канал и писали что деньги не доходят их не передают и посылки тоже не передают а сейчас в общем-то и посылки стали приходить резко и деньги стали передавать так что еще хочу сказать сегодня как бы тоже в 20 минут ролик и по сути все это можно было укомплектовать в минут пять ну не больше вся эта болтовня про банк про все эти процедуры закрытия там карты и про все эти счета это как бы ну совершенно неинтересно согласитесь единственный интересный момент в этом всем это мы узнали отчество оказывается сергей он владимирович и где-то у меня там есть еще и фамилия и адрес и где-то это фиксировалась в комментариях мы лишь не знали отчество теперь мы знаем что он владимирович поэтому это упростит задачу для тех кто хочет лично помогать сергею но если честно он помощь то и не просит забыла начала начала у нас как всегда что тут говорить игорь стоит в луже и рассказываешь сейчас мы поедем сергеем решать там вопросы банка и все прочее и в машине как всегда пустая болтовня сергею спина болит а он там начинает какую-то ерунду плести про погоду вот как погода все болит у человека там уже серьезные проблемы видимо со спиной потому что он объяснил что она мне всегда болит но игорю как всегда просто надо поумничать и тоже вся эта какая-то знаете всю дорогу какая-то опять пустая болтовня уже даже не хочется повторять все это выражение игоря уже знаете настолько привыкшие моим ушам что я уже не удивляюсь и такие выражения как шарился там на огороде или как он там сказал мальчики то вы только наверное так можете а сергей если на огороде то он работает поэтому у него и спина болит и устает он и в общем наверное один прекрасный только момент был когда они отдали деньги сергею он естественно был в шоке и по-моему до сих пор не понимает что это просто так и все равно он думает что есть какой-то подвох ну как так такие суммы ему передают и просто так какие-то люди почему за что и тут игорю же дойдут без всяких подвохов просто вот люди тебе решили помочь потому что вот ты спокойный рассудительный наверное люди просто хотели помочь потому что он на своей шее тянет такую старушку как баба галя но собственно сергей ведь не просил помощи поэтому ребят давайте не будем писать осуждение что здоровый мужик почему шли деньги он и никогда и не просил и до сих пор он как мне кажется находится не в своей тарелке больше наверное от того непонимания почему деньги зачем деньги может он чего-то не знает в общем он находится в каких-то непонятках ну лично увидела так я дальше там они спросили как там баба галя и знаете что я прям удивилась прям настолько удивилась что баба галя стирает свои тряпки а мы вот все смотрите какие вредные противные мы все думали что она не стирает все в каком-то грязном ходит она оказывается решила устроить день стирки и стирает чтобы быть чистенькой быть опрят ненькой чтобы все вещи в бытовку перенести чистенький умничка же умничка же баба галя видимо стала уже послушной потому что мозги на сергею уже так как не компасирует и что еще заехали в магазин купили там какой-то секатор или как он называется в общем я в этих делах мало что понимаю я сначала подумала знаете что типа какую-то как косилку или чего потом смотрю ничего такого громоздкого не несут думаю странно думаю вот когда не понимаешь во всяких инструментах можешь сам себе и на придумывать ну чем еще сказать больше той сказать ничего отдают денежки боятся чтобы не влипнуть потому что как мне кажется все таки ими заинтересовались и проверки идут и ребята хотят выйти чистенькими ну а чё чистенькими то ну да а деньги можно раздать а вот от вранья то не отмыться поэтому ребят не знаю пишите пишите свое мнение пишите свои комментарии и еще раз повторю все это можно было вместить в маленький ролик они растягивать на 20 минут ну понятно ребят поясню еще почему потому что в ролик который в 20 минут нужно запихнуть много рекламы соответственно он принесет больше доход поэтому вот такие вот мыльные оперы нам и предлагают последнее время посмотреть потому что наверное снимать то нечего а деньги получить хочется и у меня на сегодня все мои хорошие буду с вами прощаться и всем позитива добра улыбок прекрасного летнего настроения и также мои хорошие крепкого здоровья берегите берегите себя и своих близких всем пока и и как 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 как